Ну что же, здравствуйте, уважаемые студенты ФОМФ. Рад вас приветствовать. Спасибо большое. Садитесь, пожалуйста. Итак, в прошлый раз мы с вами слегка познакомились с языком, но не прошлись систематически по его конструкциям. Ну и надо немножко систематизировать. Значит, давайте с вами мел. Так, мел здесь. Итак, язык питон создавался и продолжает развиваться, еще раз я скажу, в направлении читабельности текста. Чтобы его было легко читать, понимать и поддерживать. И это начиная с самого базового синтексиса и дальше вглубь. Чем больше сложной концепции, тем язык, конечно, сложнее, но все-таки он продолжает, насколько возможно, оставаться там тоже читабельно. Значит, по поводу блоков. Нет никаких фигурных скобок, нет никакого begin and end. Когда мы хотим что-то углублять, мы это просто берем и углубляем. То есть, например, ветвление, да, у нас есть некоторое условие, пишется это вот так. Вот если там прописывается логическое условие, оно может быть довольно длинным, некоторое выражение может быть, может быть вызов функции. Некоторое выражение, которое должно возвращать логическое значение. Если оно не логическое, то оно будет приведено к логическому булл значению, чтобы его посчитать и понять, правда это или ложь. Ну и, собственно, весь блок операций, которые будут выполняться под этим условием, он находится вот здесь вот с отступом. Вот с традиционной четыре пробела. Но в большинстве редакторов для работы с питоновскими текстами, они немножко, ну, обычный текстовый редактор подходит, даже тупой блокнот. Хотя я, если под виндой работаю, стараюсь хотя бы ноутпад плюс-плюс использовать. Есть такой ноутпад плюс-плюс. Вот хотя бы его, ну, какую-то простейшую любую среду, и он будет уже там подсветку синтаксиса делать. Вы точно не ошибетесь в именах операторов. И, кроме этого, отступы будет заменять автоматически на четыре пробела. Если вы будете использовать среду разработки такую, как PyCharm Community Edition, я ее упомяну, потому что она мне очень нравится. Хотя она и, как сказать, с отсылкой к несвободной PyCharm, но у нее есть свободная версия PyCharm Community Edition. Community Edition, она хороша в первую очередь тем, что очень дружелюбна по отношению к пользователям. Она подсказывает, там, где может разобраться, сделать интроспекцию с кода, она просто будет подсказывать. Прям там, как дополнить, помечать ошибки, прям вот красным подчеркивать, ошибки в тексте явные. Так что такого невозможно сказать. Поэтому в этом смысле, что она очень образовательная, я вам советую поставить ее у себя. Но она прожорливая. Если у кого-то слабый ноутбук или слабый компьютер, не ставьте. Она прожорливая в смысле ресурсов. Пишет питерская компания JetBrains. Коммерческие версии не нужны. Там есть возможность доступа студентам. Не надо, достаточно. Вот, значит, еще раз. Погружаемся в блок. Соответственно, у нас сколько тут будет неких действий. Ну, я их напишу, оператор 1, оператор 2, там и так далее. Они все у нас будут под условием. Соответственно, если условия ложные, то мы сюда не попадаем. Еще, я в прошлый раз сказал, что можно сделать, во-первых, else, да, и, соответственно, блок продолжать вот сюда. Но если у меня там вложенное ветвление, то есть я делаю иначе, и снова сразу же если. То есть я свое пространство возможности рассекаю, вот так говорю. Если, ну, тогда понятно. Ну, условно, пусть я набираю в команду баскетбола, да, и говорю, если ты раньше играл в баскетбол, ну, сразу да. Иначе, не факт, что мы тебя возьмем, да, но иначе если, там, если ты выше 180, да, и умеешь хорошо прыгать. Да, то есть мы делаем отсечку вот здесь, вот иначе если. И тогда, ну, какие-то там тебя нужно чуть-чуть обучить, но тем не менее, да. А иначе, ну, не знаю, ну, там, может быть, уже и не будет, да. Ну, а может быть, будет, иначе если. Очень часто бывают такие каскадные ветвления, по жизни они бывают довольно часто. То есть если, иначе, если, да, вторая ситуация, да, иначе, это иначе, да, если мы из него отсекаем какую-то ситуацию, остается вот эта вот, которая тогда, когда ничего не было если, ничего не было правдой. Правильная последовательность, кстати, она довольно важна, вот, но давайте сейчас не будем на этом сильно концентрироваться. Значит, смысл в том, что можно сокращать вот это дело и писать элиф. Я в прошлый раз это дело показывал, то есть вот так вот. Если элиф, и этих элифов можно дописывать довольно много, сколько надо, да. И вот эти блоки, получается, они никуда вправо не уезжают, не уезжают, это удобно. Надо сказать, что здесь возникает такое понятие, как призрак. Призрак – это некоторое логическое условие, которое верно в некоторый момент выполнения. Ну, например, вот здесь вот, или вот здесь вот. Кое-что является правдой. Ну, например, давайте я какую-нибудь конкретику напишу. Если x больше нуля, если y больше нуля, да, ну, тут что-то там будет, да. Иначе, ну, давайте здесь просто напишу иначе. Так вот у меня вот в этом else, вот и вот здесь на самом деле есть призраки. Ghost – это логическое условие, которое не очевидно из самого вот этого места, что это правда. На самом деле, попадая вот сюда, автоматически выполняется то, что x не больше нуля, меньше либо равен нуля, да. И в принципе, я имею право это дело как-то отметить. Вообще, комментарии в коде, комментарии в программном коде – это вещь хорошая, но часто бывает лишняя. Лучше отсутствие комментария, чем устаревший комментарий. То есть, если уж вы пишете комментарии какие-то к коду, то они должны быть актуальными про него. А не так, что написано «поворачивай налево», ну, условно, здесь тра-та-там, а оно уже неправда, да. «Поворачивай налево», не «поворачивай направо», там болото, а болота нет уже. Понимаете, должно быть актуально. Лучше не писать комментарии. Но все то… и еще есть такое понятие – программный код должен быть самодокументирующимся. Это значит, что при чтении самого программного кода вам должно быть читать его легко. Переменные должны называться длинно, понятно и отражать собственную сущность. Понимаете? Мы козла называем козлом, потому что это отражает сущность козла. Мы называем… так русский язык устроен. И программисты, они мыслят точно так же. Они придумывают концепты, придумывают слова. Есть некоторый элемент лингвистического навыка в программировании. Они придумывают названия переменных, придумывают названия функций. Даже слово такое, как «пиксел». Это же изобретение фактически программистов. Хотя там есть основа «пикчур сел» – клетка картинки. Или «виджет», «виндоу гэджет». Виндовая какая-то хреновина. А, виджет. Понимаете, вот эти вот штучки, вот эти понятия, они рождаются, они живут в мире программирования, и уже без этих терминов мы не можем нормально писать. Так вот, когда вы сами пишете свою маленькую программку, даже вот эти наименования переменных «х» и «и», они оправданы, знаете, когда? Когда это реально математические какие-то коротенькие штучки. А так переменная должна называться словом, а может быть даже и несколькими словами. Про это дело тоже хорошо поговорить. Ну, а давайте сейчас закончим вначале с конструкциями. Значит, что я хотел сказать про призраков и про комментарии. Правило такое, если у вас есть реальный призрак, то есть, например, вот этих операторов так много, что к моменту прочтения вот этого вот условия элифа уже непонятно, уже трудно это осознать, взгляд не бросается туда, больше, чем экран текста. Вы не пролезаете, то есть, не видите этого, да? То в этом случае вы можете задокументировать, вот сюда прямо в коде написать «х меньше либо равно нулю». Вот это разумный короткий комментарий, который отображает призрака. Понятно? В ситуации вот там иначе, да? Получается, что сюда я попадаю как раз в той ситуации, когда у меня уже и «х» меньше, соответственно, либо равен нулю, да? И при этом у меня «х» не больше нуля, меньше либо равен нуля. Понятная ситуация? То есть, я сразу понимаю, ну, тут такая важная вещь, что это не надо писать, если у вас это помещается на один экран. Да? Скажите, как этот комментарий вот внутри кода, чтобы не все правы есть про кем? Нет такого. Есть еще, понимаете, в чем дело? Есть такие правила, которые продиктованы жизнью. Вот жизнь говорит о том, что закомментировать кусок программного кода, для чего обычно то, что вы говорите, и делается. Да, ну да, я тут вот возьму, вот у меня есть код, но кусочек я временно закомментирую. Это страшный криминал. За это бьют по рукам. Это как, знаете, грязные носки запихнуть в тумбочку. Вместо того, чтобы их отправить в стирку, понимаете? Вот это вот за то, за что бьют по рукам просто. Потому что закомментированный код, отправленный в репост... А он закомментирован, значит, он не тестируется. Кто его написал, когда, зачем, и не дай бог его кто-то раскомментирует. Вот программный код должен работать. Если он не работает, его нужно выкидывать и вычищать. Даже незакомментированный код, который не покрывается, в смысле, вот он реально не отрабатывает во время тестов, он старается вычислить в проектах и выкинуть. Потому что не дай бог кто-нибудь эту функцию, которую никто никогда не вызывал, вдруг вызовет. Ну, другой программист. О, тут функция, она как раз называет подходящий, дай вызову. А ее не тестировали, она не работает, нехорошо. Призрак это... Поймите, в программировании не все сводится к тому, что вот, ну, тупо конструкция. Нет, тут важно авторство, что вы пишете и понимаете, о чем речь. Вот есть написанное, а есть ненаписанное. Призрак это фактическое условие, которое всегда является верным к моменту наступления некоторого участка кода. Я сейчас напишу такое же место, где появляется призрак, с циклом while, который в прошлый раз я не показывал. Цикл while, цикл пока. Например, ну, давайте, я не знаю, x введем с клавиатуры, x равно, преобразуем сразу к целому числу, то, что будет введено с клавиатуры. x равно int input. То есть вначале будет, чтобы обинтовать то, что введут с клавиатуры, вначале нужно ввести с клавиатуры. А input вызывается. То есть круглые скобки, они говорят, вызови функцию считывания с клавиатуры. Она возвращает значение, и это значение тут же отправляется в параметр int. Это то, что я специально проговорил, чтобы это не было магией для вас. Короче, x будет целое число, введенное с клавиатуры в десятичной системе числений. И вот я говорю, пока x больше нуля, ну, не знаю, там, давайте, там, print x, да, и, ну, x минус равно 1, например. Да, я про это, кстати, еще не говорил, по-моему, сейчас скажу. Операция минус равно, очень любимо мной. Ну, понятно, что делает операция равно. x равно 5, он что? Присваивает x пятерку. Ну, или, как я говорил, присваивание в питоне на самом деле. Нет, связывает объект 5 с именем x. Да? А если я напишу так, x равно x плюс 5, что это будет значить? Это будет означать, что я вычисляю новый объект на основании старого объекта, доступного по имени x. Там сейчас как раз пятерка. При помощи операции плюс вычисляю новый объект, получится объект целочисленный типа десятка. И x связывается с этим новым объектом типа десятка. Или, короче, тупо x увеличивается на 5. Ну, да, понятно. Так вот, можно это дело записать как x плюс равно 5. Это красивый синтаксический сахар. Я очень люблю такие вот штучки. Синтаксический сахар. Да, вот удобно, ну, даже понятнее, чем вот это. Потому что вот это вот с точки зрения математики, знаете, что ответит вам математик, настоящий математик, которого не учили программировать. Знаете, что он скажет? Ну, ответ x лежит по 100%. Ну, уравнение, в котором 0 равно 5. Неправда, x лежит по 100 множеству. Понимаете? То есть здесь нужно понимать, что мы уже с вами все-таки немножко в культуре программирования погружены. И для нас оператор присваивания, он где-то лежит там, где-то там в школьной информатике. Поэтому я так не заостряюсь об этом слишком сильно. Понимаете? На самом же деле, фактически оператор присваивания это что? Вначале вычислить то, что справа получить результат и запихнуть туда, что там слева. Но уже как-то мы к этому попривыкли, мне кажется, да? Но вот это даже понятнее. x плюс равно 5. Допихнуть туда пятерку. x минус равно 2. Вычесть оттуда. Домножить равно 2. Пожалуйста, x, не знаю там, домножить на x. Или x, смотрите, x умножить умножить равно x. Что это будет такое? Это будет x, xу присвоить. Ну, на самом деле в математике, вот как бы присваивание соответствует, как вот def, да? Вот такой подобный, да? x присвоить x в степеник, математическая интерпретация. Ну, вот, короче, есть вот такие короткие конструкции. x умножить, там, x прибавить, x разделить. Кстати, он при этом перестанет быть целочисленным. Тип может меняться, я вам говорил в прошлый раз. А если я хочу целочисленное разделить-разделить, или можно x процент равно. То есть взять остаток при делении на 2 и пихнуть обратно в x. Ладно, про синтаксический сахар поговорили. Но по сути, что я x уменьшаю по единичке. Где тут призрак? Вот что здесь является призраком? А? Очевидно, x не больше нуля. Нет, ну я могу догадаться, что, наверное, он будет равен нулю, но на самом деле кто сказал? Ну, кто сказал? Но что точно, уж если этот цикл закончился, а, кстати, я забыл сказать, это цикл с условием входа. Для него есть классическая блок-схема, которая рисуется вот так. Вот шла-шла-шла программа, шли-шли-шли какие-то там коды, которые вот там, ну вот это, например, да. Потом условие. x больше нуля. И если да, то мы попадаем на вот этот вот блок. Ну, сколько-то нам операторов, не суть важна, да. Сколько-то операторов. И все эти операторы представляют из себя тело цикла. Ну, вот эта вот фигня, которую мы видим вот тут, называется тело цикла. Кстати, обратите внимание, тело цикла – это именно список инструкций. Дело в том, что как файл приложения, исполняемый экзешник, отличается от процесса вычислительного на исполнении, понимаете, как труп отличается от живого человека, вот так тело цикла отличается от фактического исполнения этого тело цикла, которое мы будем называть итерация. То есть, когда у нас происходит исполнение тело цикла, живое уже, я буду говорить, происходит первая итерация, вторая итерация, мт-итерация. Понятно? То есть, смысл в том, что различия есть. Есть код, который написан, а есть вот исполнение само, само именно действие, в соответствии с этим кодом. Понятно? Чуть-чуть вот это вот нужно держать в уме, потому что тело цикла, оно вот оно. Да, даже если оно не выполнится ни разу, может быть цикл, в котором условие не выполнится ни разу. Да. Так вот, получается, что у нас есть условие входа, и мы попадаем туда только если да, а если нет, то мы проходим мимо. Ну, как бы представьте себе, у меня есть стадион, вот я прихожу на старт, прихожу на старт и говорю, ну, пока! Модренький. Буду бегать. Пока бодренький, бегу. Кстати, команд-то там может быть на самом деле много. Я бегу, 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 бегу. Может быть, я и устал в процессе. Но я не спрашиваю в середине этого цикла, что там с иксом. Вот я могу на самом деле вот здесь вот сделать, не знаю, икс минус равно 100, а потом икс плюс равно 100. Ну, я, в смысле того, что там может много чего случиться, да? Ну, или, например, по-другому давайте. Пока солнышко, пока солнышко буду бежать. Вот выбежал, было солнышко, и тут же дождь пошел, и дождь пошел. Бежишь, бежишь, и дождь все время, дождь, икс меньше нуля-то, например, да? Прибегаешь уже к старту, и перед самым финишем, да? Перед самым финишем, перед самым окончанием итерации вдруг опа солнышко вышло. Проверяешь солнышко, побежал. Не, ну я в шутку, но смысл в том, что условие входа на итерацию проверяется один раз при входе. При каждом входе на итерацию проверяется, да? И мы, соответственно, гоняем, гоняем, гоняем по этому циклу. Какая опасность есть? Зацикливание. Это извечная проблема всех программ. Зацикливание, бесконечный цикл. Программа может зациклиться и никогда не закончится. Нам придется ее заканчивать силовым образом. Перегружать компьютер, ну или, по крайней мере, зайти в Task Manager и рассказать операционной системе Кельнееву. Значит, что дальше? А, да, я, кстати, сказал тело цикла, но я не сказал про вот эту штуковину. Синтаксическая вот эта фраза, которую вы видите, называется заголовок цикла. Заголовок цикла. Ну, в этих терминах можно было бы и тут что-то такое повякать про заголовок тела условного оператора. Ну, это так уже. Обычно не говорят. А вот заголовок цикла говорят часто и будет заголовок еще функции. Так, значит, что мы делаем дальше, 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 дальше. Вот. А что, если я хочу выйти таки из середины? Ну, вот какая-то ситуация, там, не знаю, у меня тут есть вот экстренный выход. В случае пожара покидать можно здесь. В случае пожара можно покидать здесь. Как мне это сделать? Можно. На самом деле можно. Но это, кстати, разрушит призрака. Давайте вначале призрака обозначим. Вот здесь вот. Х меньше либо равно нуля. На самом деле, я еще раз произношу, это микропризраки. И хороший цикл, и хорошее каскадное ветвление не должны быть монструозно-гигантскими. Программный код не должен быть как война и мир. А да, если он как война и мир, то он должен быть разбит на главы, под главы, под пункты, параграфы, списочки. Вот такие вот конкретные вот, да, чтобы это было озираемо глазами, чтобы можно было схватить концепт. Мы с вами даже не Юлии и Цезарь, а Юлий и Цезарь мог там, по-моему, только семь предметов удерживать одновременно в своей голове. Понимаете, мы так не можем. Нормальный программист, он, конечно, прокачивает свою концентрацию внимания. Ну, пять, шесть, ну, может быть, семь, но вот прям вот, когда текст вылезает за экраны, это катастрофа. Ладно, я к тому, что призраки, вот эти микропризнаки, обычно никто не документирует. Но я упоминаю, чтобы вы про это знали. Так, выход из серединки. Что, если я в середине захочу выйти? Ну, послушайте, будет очень странно, что я беру и каждый раз в середине выхожу. Вот каждый раз беру и в середине выхожу. Да? Правда? Давайте я вот сюда куда-нибудь вот так вот нарисую. Эта инструкция есть, но странно делать это, ну, тогда получится, что зацикливание невозможно. То есть я пришел, да, и вот это вот выполнил и вышел. Понимаете, да? Всегда. Ну, давайте я вот здесь вот уберу вот эти x минус равно, они мешают мне немножко, да? Вот давайте. x минус равно 1 и принт я тоже уберу. И напишу здесь break, сломать break, ну, или тормоз. Да? То есть я говорю, x минус равно 1 и break. То есть вот сюда я не попаду фактически ни разу, break меня просто всегда будет выбрасывать. Ну, цикл вроде и не цикл. На самом деле некое извращение здесь есть, извращенный смысл. Вот такой while с break соответствует if. Ну, согласитесь, что я мог бы написать вот так. Вот я сейчас нарисую эквивалент. Если x нам больше нуля, то x уменьшить на единичку. И выйти. Ну, пойти дальше по программе. Ну, это же вот оно соответствует, правда? То есть я это сделаю, ну, либо не сделаю, потому что в цикле, если условия окажутся ложным, то есть я пришел к стадиону, а солнышка нет, ну, я просто прохожу мимо, правда? Вот, но обычно все-таки такой break не вставляют. А уж если пишут цикл, то break имеет другой смысл. Действительно, если пожар, то есть я вот здесь вот должен ветвиться. То есть получается, что у меня внутрь цикла while попадает конструкция с условным оператором, да? Ну, я вот условно вот тут нарисую, да? То есть некоторое условие, по которому я иногда делаю break. Иногда делаю break. Понятно? В чем минус? Ну, а иногда не делаю break и добегаю до конца. Да, то есть я могу, как сказать, действия и тело цикла выполнить по порядку все до конца, либо, вот тут я условно что-то напишу, там, если, не знаю, если x равен нулю вдруг стал, то break. А если не ноль, то печатаем. Вот как-то так, например. Добегаем до конца. Понятно, да? Так, что я хочу сказать? Ну, там нужно не ноль, на самом деле, да? Давайте 13. Я боюсь числа 13 и панически сразу 13 печатать не буду, убегаю, сразу кончаю цикл. Все, амба. Например, что получается? Что я вот здесь вот оказываюсь не только вот в этой ситуации, а могу оказаться и вот в этой ситуации, да? И вот я не знаю, какая же из них реально-то, ой, прошу прощения, да? Какая же из них реально состоялась? То есть это немножко ухудшает движение, читабельность программы, логику ее движения. Поэтому, опять же, из принципов таких программирования программисты стараются break не использовать. Надо, пожалуйста. Если это получается понятно, читабельно, пожалуйста. Ну, вот условия после цикла, оно немножко ломает. Да, интересный момент. Опять же, давайте к стадиону. Когда мы сходили на физкультуру, побегали по стадиону, чего нам хочется? В дужу зайти. Так вот, по окончании цикла, когда солнышко, или когда, там, уже не бодренький, да? Пока бодренький, ложь. Уже бодренький, ложь. Значит, не бодренький. Значит, что я должен сделать? Уходя, да, я прохожу такую секцию кода, ну, условно, душ, да? А если пожар? В этом случае эту секцию не прохожу. Обычно в языках программирования такого не делают. А в питоне сделали. Взяли, добавили возможность сделать else к while. Иначе, к циклу while. Соответственно, это возможность, что если у меня именно по вот этой причине нормальным способом закончился цикл, то я один раз, выходя, да? Я, значит, принт, я в кавычках напишу, x меньше либо равно нуля. Понятно? Ну, иначе-к иначе нет. Уж если break, то мы покидаем цикл целиком. Потому что, на самом деле, вот этот else, это часть, синтаксическая часть цикла while. Его хвост такой вот. Понятно логика, да? А break, все, побежали вообще дальше. Есть еще способы побега. Знаете, какие? Вот есть еще способ побега. Это, ну, это, не знаю, не совсем пожар, а именно, что срочно, да, там, срочно покидаем. А вот есть реально, что пожар. Ну, такой способ есть. Это будет что-то вот такое. Это будет raise. Raise. Или, а, подождите, секундочку. В питоне нет, в питоне throw. В питоне throw. Бросить. Ну, а дальше что-то пишется. Бросать надо что-то. Гранату. Ну, что-то бросается. Обычно бросается какая-то ошибка. Ошибка. Этих ошибок много разных. И вот это вот приводит как раз к тому, что вы в интерпретаторе видите, как там ошибка такая, и он вываливает там, что, откуда вызывалось. То есть такой вот анализ, разбор полетов. Вот эти вот исключительные ситуации могут быть и обработаны. То есть если вы кричите, убегаете со стадиона мгновенно с криком, ааа, пожар, ну, не знаю, там деление на ноль. Условно, да, и что-то такое. Страшное произошло. Файл надо прочитать из файла, а он, не знаю, запрещенный, прав доступа нет. Или нету его вообще этого файла. Внезапно флешка оборвалась. Вот, соответственно, что? Необходимо. Но можно обработать. То есть, в принципе, может быть, нужно вообще процесс завершать. Ну, а есть совсем такая штука, как экзит. Просто. Мы говорим, операционная система, застрели меня, пожалуйста. Все, экзит я сразу. То есть никакой обработки ошибок, просто экзит. Это вызов системной функции, в которой программа просит операционную систему завернуть все ресурсы, и все. До свидания. Вот это, вы знаете, опять же, при разработке программ иногда это лучше, чем продолжать работу в ошибочной ситуации. Я приведу вам пример. Космодром. Типичная ситуация. Космодром. Ракета на взлете. Да? Ракета на взлете. И вот ракета пошла. Ракета пошла, да? Вот мы стартовали, вычислительный процесс. И вот она взлетает, вот она пошла. Но становится ясно, что система, там, не знаю, по внутренним тестам, она смотрит раскоординированно, да? Там заклинило какой-то управляющий двигатель, и она не может выйти на расчетную траекторию. Не может. Вот она сейчас, она понимает, что ее, как дальнейшее движение, это приземление на какой-нибудь мегаполис. Ну, возможно. А может на соседнюю страну, а потом война с этой страной. Что существует для этого дела? Аварийное завершение полета. Да? То есть ракета в этом случае принудительно, как и программа вычислительная, она не будет ждать, когда же, наконец, из-за того, что наступило, там, деление на ноль или чего-то еще, когда же она, наконец-таки, случайно врежется, случайно сдохнет. Понимаете? Нет. Уж лучше завершить все целенаправленно и планово. Плановый экзит. Уж лучше так. Но на самом деле все-таки лучше throw. Еще лучше, если ситуация относительно типичная. Просто break и потом разобрать эту ситуацию вот здесь. Было, не было, как мы вышли. А еще лучше просто предусматривать заранее такие ситуации, там, на этапе, там, ввода, условно, или еще как-то. Чаще всего от break, даже от break можно отказаться, но, тем не менее, все эти механизмы неспроста придуманы, они частенько бывают полезны. Так, я рассказал if, рассказал while. Да. Да. Иначе это душ после... Это действие, эти действия будут выполнены один раз, когда вот это условие окажется ложным. То есть, как если бы это был if. Только while это как бы if, только зацикленный. Да? В котором else наступит по-любому именно потому, что он зацикленный. По-любому, кроме одной ситуации, кроме двух ситуаций. Либо мы зациклимся навечно, либо break, который нас из него выбрасывает. Ну, либо throw, либо exit. А цикл for как работает? Цикл for. Да. Else можно написать в цикл for. Про цикл for отдельная интересная песня. Прям очень интересная. Давайте переключимся вот сюда, на еще неисписанную. Да. Что-что? Что-что? Throw не является темой, поэтому я сейчас обойду этот вопрос. Можно? Нет, он скажет недопустимый синтексис. В if и break никогда не видел, не могу сказать. У нас ограничено время, я в прошлый раз довольно много не успел. Давайте продолжим, хорошо? Мне нужно цикл for хорошо бы рассказать. Еще конструкций куча. И еще бы показать вам, в том числе то, что я в прошлый раз не показал. Итак. Цикл for. Ой, с ним какая классная песня. Я его очень люблю. Очень люблю. Страшно люблю. Его любят многие. Он в питоне устроен совсем не так, как в паскале. Совсем не так, как в C++. Больше похоже на какую-нибудь командную строчку bash в линуксе. В прошлый раз вы на лабораторной видели командную строку bash. Работали в ней. В ней она является на самом деле программируемой. То есть вот то, на чем вы писали, на самом деле это целый язык программирования. Там пишут скрипты, bash. А те, кто предпочитают под линуксом bash, их знаете, как называют? Башисты. Есть еще z-shell, там другие еще, c-shell. Вот те, которые любят bash, башистами называют. Вот на самом деле там вполне себе и цикл for можно, и всякие вложенные штуки писать, и, короче, много чего. Вот цикл for в питоне, он похож именно на тот. У него списочный характер. Что это значит? Что я могу написать вот такой цикл for для x in 1, 2, 3, 4, 5, двоеточие, print x. Ну, первое ощущение, что плохо дело. Ну, мне что, вот если мне до 100 надо, мне что, тут вот писать до 100? От одного там и до 100 писать? Но, подождите, давайте туда другое посмотрим. А я ведь могу взять, ну, давайте, кстати, не x, а там, не знаю, x в квадрате. То, чтобы было понятно, что я не просто, а то я написал print 1, 2, 3. 1, 5, 4. Не знаю. 1, 5, 1, 5, 2, 4, 3. А вам слабо взять и на Pascal в две строки написать вот такой конструкт. Или на C++. Не, ну ладно, я могу и на C++, и на Pascal, и там, ну, просто это будет выглядеть длиннее. Это будет вот немножко более... И придется явным образом создавать массив, который будет хранить эти данные. Мне понадобится индексная переменная, которая будет бежать по индексам массива. Кто не знает массив, не волнуйтесь, это самое, сейчас это познаете. Но в питоне проще. Я создаю список, ну, или, скажем, кортеж значений. Вот это вот, это слово кортеж, оно не должно вас смущать. Ну, президентский кортеж, это что такое? Последовательность машин, которые едут друг за другом, да? Вот, и все от них разбегаются. Кортеж. Кортеж значений. И х перебирает значения в этом кортеже последовательно. Раз, два, три, четыре, пять. Именно в этом, да, вот как написано, именно в этом порядке. Вот поставил вот так вот так будет. Что забавное, можно сразу сделать. А, сказать можно ценную вещь, цикл for не зацикливается. Если только кортеж не бесконечный. Трудно себе представить бесконечную. Еще можно, кстати, на самом деле сюда не обязательно вставлять кортеж. Сюда можно вставлять любой итерируемый объект. То есть объект, у которого можно просить next, next, да еще, да еще. А, говори, можно? Помолчите, пожалуйста. Можно. О них будет даже, может, сегодня, чуть позже. А, может, не сегодня. Короче. Вот, какие теперь забавы можно сделать. Вот, если только кортеж не бесконечный, то никогда не зацикливается. Давайте позабавляемся. А вот так, а вот так можно? Можно? Можно. 1, 1, 2, 1, 2. Пожалуйста. Можно. В чем некоторый минус? Вы не знаете, вот здесь вот, вы не знаете, а какая итерация. Вот номер итерации вы не знаете. Это как человек, которому сказали, вот те горшки, надо каждый из них обжечь. Ну, там, не знаю, что-то с ним сделать. А он не считать не умеет. Он просто берет очередной следующий горшок и делает. Берет очередной. Вот закончились, тогда он продолжил выполнять программу дальше. Понятно? Да. Двумерный кортеж. По своей самой логике перебора двумерный кортеж не бывает. Сейчас вы держите в уме не итерируемый объект, а хранилище данных. Итерируемый объект, он принципиально линейный. У него есть начало и возможность брать следующий объект. Как, не знаю, магнитофонная лента, перфолента. Понимаете? Или блины на тарелке. Вот вы берете их сверху. Итерируемый объект. Их очень много разных. Понимаете? Вот самое главное их свойство. У них можно брать один следующий. У двумерного, как вы говорите, кортежа, если бы такое существовало, у него не было бы возможности брать следующие. А потому что по какому направлению? На самом деле, хранилища данных в питоне есть и много. Это золотой фонд называется питона. Про это дело я сейчас поговорю. Но большая часть того, что эти хранилищ данных, они, тем не менее, имеют некоторый механизм итерирования. Может быть, не покрывающий всю внутреннее пространство. Ладно. Значит, когда мы разговариваем про питон, не так важно думать о том, как это хранится. Хотя лучше бы это понимать. Но это не настолько принципиально. Нам не надо думать о байтах в памяти. Главное, что мы можем с этим сделать. По итерируемому объекту, кортежу, можно пробежаться. Кстати, про цикл for особо, наверное, разговаривать больше и то и нечего. Надо разговаривать про разные варианты работы с итерируемыми объектами. Но первая проблема, которая возникает с тем же самым циклом for, но уже не самый синтаксис, я говорю, простой и очень примитивный. Х будет на каждой очередной итерации присваиваться очередная ссылка на очередной объект. Из этого списка. Понятно? А как бы все-таки пробежать вот здесь от 1 до 100? Ну, я вот тут напишу фигню, которой, конечно, нельзя писать. Это фигня. Это как отсылка к какому-то паскалю. Но я бы хотел вот как-то вот... Как бы это сделать? Вот 1 до 100 включительно. А давайте попробуем сейчас взять и реализовать это при помощи цикла while. Вот я хочу от 1 добежать до 100. Я беру, кладу в x единичку. Говорю, пока x меньше, либо равен 100. Ну, я могу писать, меньше, либо равен 100, либо меньше 101. Позвольте мне написать именно так. x меньше 101. И что я буду делать? Я буду использовать этот x. Ну, в данном случае я хотел его печатать. Вот я буду его печатать. И буду его увеличивать. Плюс равно 1. Понятно логика, да? Я lс уберу сейчас. Где она? Понятно, да, логика? Согласны с тем, что вот это вот фактически... Ну, вот это что такое вот фактически? Механизм перехода на следующую итерацию. Оно сейчас не касается существенной части того цикла, который я хочу реализовать. То есть, во-первых, цикл for не является необходимым. Цикл while, он на самом деле закрывает все необходимые возможности. Хотите цикл for, вообще можно его в каком-то смысле и не создавать. Хотя вот тот уж очень красив, там вот с этим списочным перебором. Пока непонятно, как это сделать при помощи while. Ну, вот, пожалуйста, можно так, да? В языке c плюс плюс и c, там цикл for является всего лишь циклом while в очень красивой оберточке. На самом деле это всего лишь цикл while. Такой вот. Давайте с вами сделаем даже более общую ситуацию. Это что такое? Это стартовое значение, с которого хочу начать. Это что такое? Это некий остановщик. Это не последнее фактическое значение, а именно стоп. Знак стопа. Дальше ехать нельзя. Начиная с этого места, запрещено двигаться. А это что такое? Это шаг. Точнее, можно сказать так, что вот это вот плюс равно плюс один. Плюс единичка. То есть, это шаг. А что за... Вот если мыслить циклом for, что такое числа от одного до ста? Это арифметическая прогрессия. Ну, простая, тупая, примитивнейшая. Арифметическая прогрессия. Отсюда вопрос, можем ли мы создавать арифметическую прогрессию методом эпитон, дай мне арифметическую прогрессию. Если мы заставим его хранить в памяти компьютера, то может оказаться, что это реально хранить объект 1, 2, 3, 4, тра-та-та-та-та, миллион, миллиард. По порядку. Все эти числа хранить в памяти только для того, чтобы цикл for по ним пробежался. Безумие? Безумие. Поэтому в питоне существует такая штука, как итерируемые объекты, которые генерируют очередной элемент на лету. Ну, в частности, генератор арифметических прогрессий. У него будет логика именно такая. Вот есть некое стартовое значение. Есть стоп, который ограничит его рост. И есть, собственно, степ, шаг, на который мы будем шагать, двигаясь вперед по этой арифметической прогрессии, к следующему члену. Понятна логика, да? Соответственно, мне нужно что? Генератор арифметических прогрессий. Скажите, эй, пожалуйста, сгенерируй мне одну. С этими параметрами. Соответственно, мне нужно вот сюда вот засунуть не кортеж теперь, потому что хранить в памяти мне не нужно кучу чисел, а просто этот самый генератор арифметических прогрессий. Он называется range, диапазон. Соответственно, три параметра. Старт, стоп и степ. Старт, стоп, степ. Да, есть такая штука замечательная, как значение параметров по умолчанию. Обратите внимание, кстати, что range – это функция, которую мы вызываем. То есть range – это именно генератор арифметических прогрессий. Я его вызываю, говорю, дай мне такой вот объект range с вот такими параметрами. На самом деле я вполне могу вначале создать такой объект в 1, 101, 1, а потом уже его в цикле for пробегать. For x in a. Понятно? Нет никакой магии, что range обязательно сразу вписывается. Пожалуйста, можно его создать. Да, кстати, интересно спросить, а какого типа A? A будет типа range. То есть A будет класс, собственно, этих последовательностей. Типов в питоне очень много. Не только. В прошлый раз я сказал про int, float, целый дробный, да, bool для логических, str для строк. Ну, вроде ничего особо не говорил, да. На самом деле встроенных в него типов очень много. Ну и в частности, пожалуйста, вот объект последовательности этой арифметической прогрессии. Для файлов есть свои объекты. Да, и у каждого из них можно спросить, а какого-то типа, type там, а, ну, в смысле, что мы там создадим, да. Понятна логика? Но все-таки обычно, обычно, range пользуются на лету. Ну, то есть вот это обычно не надо. Зачем она нам, эта арифметическая прогрессия, к ней там бегать? Ну, в принципе, пожалуйста, и ты член арифметической прогрессии. Кстати, интересно, что не у всякого итерируемого объекта можно это попросить. Не у всякого. Можно взять и это попросить. Взять произвольный элемент. Взять, а ну дай мне пятый, а теперь сотый, а теперь третий. Потому что это что требует произвольного доступа? Random access. Перемешивай. Я вижу руку сейчас одну скуточку. Понимаете, да? Но в арифметической прогрессии, поскольку есть формула итого члена, это не какие-нибудь числа Фибоначчи, которые там нужно итой вычислять, а и формула итого члена, то ему никаких проблем нету, не запоминая все члены, просто вернуть вам, посчитать и вернуть. Вы захотели, а итой? Пожалуйста. То есть условно, если у меня в этой прогрессии есть, там не знаю, а пятый, то он не его вернет. А на самом деле, кстати, это не пятый, а шестой. Он начинает от нуля считать. Про это дело сейчас тоже я поговорю. Так, много болтаю, мало пишу. Давайте вопрос. Последнее число будет, очевидно, 100. Я же неспроста написал вначале аналог. То есть это стоп. И у нас до тех пор, пока х меньше стопа. И в этом смысле, если шаг у меня будет, например, не единичка, там какая-нибудь там, ну не знаю, там, троечка, да, то у меня, соответственно, последним числом будет там 99. То есть здесь стоп он вот сверху ограничивает, да. Но если будет 102, 102 не входит. А если 103, то 102 войдет. А, стоп, секундочку, я же с единички начинаю. Тогда 100 как раз. Ну ладно, давайте от нуля начнем. Кстати, тоже интересный момент. Давайте договорим про рейндж. Я не сказал про параметры по умолчанию. У рейнджа степ по умолчанию равен единичке. Плюс единичке. Шаг по умолчанию плюс один. А со стартом и стопом какая ситуация? Ну без стопа нельзя. Мне нужно сказать, на чем заканчиваем. А вот у старта тоже есть значение по умолчанию, это 0. По умолчанию, то есть если мы не напишем его, а у меня будет один параметр, например, а, ну или там, давайте, for x in range 10, то у меня будет 10 итераций, ну 10 объектов будет, да, 10 чисел в этой прогрессии. Да, 10 итераций в результате сделано, а x переберет значение от 0 до 9, до 10 не включительно. Понятно? 0, 1, 2, 3, тарарарам, 9. Да. А так можно только афетическую значение? Да. Несложно сделать генератор самому, но для этого нужно чуть-чуть глубже в питон нырять, пока не надо. Вот. Так. Я хотел, знаете, что, сейчас мы нырнем в тот мастер-класс, который я планировал в прошлый раз и не успел. Для этого я хотел еще показать вам одну синтаксическую конструкцию, очень простую и важную. Это функции. Дело в том, что понятие функции в питоне отличается от математической функции. То есть, что такое функция в математике? Это отображение области определения на множество значений. Правильно? И оно в каком-то смысле не является действием. В питоне функции – это подпрограммы, которые требуется выполнять. И каждый ее вызов – это ее выполнение. Более того, каждый вызов функции создает пространство имен для локальных переменных в этой функции. То есть, если я смогу вызвать функцию f два раза, то в ней имя x, если оно создается локально, оно будет проразное. То есть, это разные имена. Ну и, соответственно, объекты, на которые они ссылаются, они вполне разные объекты. Ну или, короче говоря, локальные перемены – они локальные. От вызова к вызову они не сохраняются, не запоминаются никак. Так, немножко еще я выдохну. Так вот, подпрограммы нужны для того, чтобы программный код, который решает задачу, разделить на кусочки. Это главная задача. Не для математических функций они обычно используются. А для того, чтобы разделить и выделить отдельно. Вот это вот делает то, это делает то. И названия функций обычно означают не то, что из них возвращается, а то, что они делают. То есть, само действие важнее возвращаемого значения. Например, функция может возвращать код возврата. Понимаете? Ну, я такое сравнение сделаю. Представьте себе. Вы заказываете работу у работника, а потом он возвращает вам акт выполненных работ. Акт выполненных работ – это хорошо. Вот какой-то признак того, как успешно, неуспешно. А вот важнее работа, которую он выполнил. Хотя бывают функции, которые важны именно результатом. Когда они возвращают результат, а действие вам как раз не важно, как он это делал, главное – результат получил. Но сейчас я буду именно такие функции, которые с побочным эффектом, в которых само действие важнее результата, а результата вообще может и не быть. Ну, как, знаете, акт, а подписывать не будем, и все. Ну, условно, да, функция, которая ничего не возвращает. Но глобально функции устроены так. У них есть, как черный ящик, я сейчас вот так опишу, да, входное значение или входные значения и выходное значение. Но еще у нее обязательно должно быть… Нет, бывают безымянные функции, но сейчас не будем про них. Да, вот у функции есть имя. Кстати, у возвращаемого значения имени нет. Оно безымянное. А вот у параметров есть имена. То есть условно там x, y, да, ну, а функция имеет еще одно, естественно, некоторое тело. Ну, уж если синтаксически про нее разговаривать. И заголовок. Вот давайте теперь про синтаксическое обозначение для функции. Соответственно, соответственно, что? f от x, запятая y. Двоеточие. Ну-ка, посмотрите. Def, прям как в математике, define, да, то есть определить. Вы догадываетесь, что сейчас происходит не вызов функции, хотя вы видите круглые скобки, а ее описание, definition. Никакого слова function, как в проскале там, procedure, не надо. Def, дальше сразу имя функции и список параметров. Где возвращаемое значение? А его не надо подписать. А типа переменных, а их не надо писать. Не надо, потому что функции в питоне, они, ну, как бы всеядные. Они начинают есть, а дальше уж если оно там застрянет, застрянет, ну, застрянет так застрянет. То есть я беру и, например, делаю там return, не знаю, там x, не знаю, плюс y. x плюс y. После того, как функция описана, после, это скорее математическая, она скорее ценнее результатов, но фактически каждый раз она будет вызываться. После того, как функция описана, ее можно вызывать. И вызывать не один раз, а много раз. Ну, например, print f от 1,2. Что произойдет? Для того, чтобы напечатать, надо вызвать функцию f с параметрами 1 и 2, да, то есть фактически вычислить вот это, вызвать ее, подставить сюда 1 и 2, да, вот эти x и y называются формальными параметрами. Формальные параметры. То есть ей требуется два формальных параметра. А фактически я кладу туда 1 и 2. О формальных параметрах невозможно говорить до тех пор, пока я не вызову эту функцию фактически в процессе выполнения. Понятно? То есть пока я смотрю на текст программы и не запускаю ее еще, не обсуждаю работу программы уже, бессмысленно говорить о фактических значениях. Я могу только говорить, ну, формальные параметры x, y. Да, ясно? Смысл. Отличие этих слов. Формальные, фактические параметры. Это факт вызова. Ну, оформленный факт вызова, точнее, запрос на вызов, да, но будет факт вызова, да, осуществлен. Кстати, интересный момент. А может ли быть у меня, ну, раз уж в принципе, вы видите, я вызываю функцию печати, а ей как параметры подставляю функцию f, а могу я вот взять и завернуть вот так вот и написать еще и f2,3. А? Никаких проблем, так можно, да, только язык питон, разворачивая и разбирая вот это выражение, он посмотрит, я не могу позвать f, потому что мне неизвестен второй параметр, надо вначале его узнать, для этого он вначале вызовет f с параметрами 2,3, сложит 2,3, вернет сюда пятерку, потом вызовет f с фактическими параметрами 1,5, получит шестерку и вернет шестерку уже вот сюда, как фактический параметр функции print. И print, она печатает на экране эту шестерку. Вы услышали все слова, да? Очень интересно, да, что будет, если у меня функция просто содержит набор действий, а никакого return вообще не содержит. На самом деле мы еще кое-что недообсудили, сейчас, секундочку, def, давайте какой-нибудь я назову, p3 назову, p3 от x, и она у меня, например, печатает x, print x, print x. Ну, тупо функция, которая печатает, как p3, да, print 3. Она раз, 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 hello, вызываю функцию p3 с фразой hello, и она мне печатает hello, 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 три раза в трех строчках. Да? Ну, тупая функция, ну, мне сейчас только для обсуждения и надо. В ней нет никакого return'а. Возникает вопрос, а что если я напишу вот так вот? Ну, я сейчас без сдвига, сдвиг неправильный, я слева приписал, но тем не менее. А вот это вот у меня будет ругаться или нет? В Pascal, когда мы процедуру, если бы я в Pascal писал, я бы сказал procedure p3, процедура p3, ну, там, где нет результата, там, где нет значения, в Pascal это процедура, да? В Pascal бы здесь ругался на меня, благим, благого мата не существует, да? Как сказать, веселой руганью. Он бы мне сказал, куда ты, елки-палки, это процедура. Если бы это был C++, это была бы войдовая функция пустого типа, и C++ ругался бы не на факт вообще, он бы ругался на оператор равно, но он говорил, пустой тип нельзя присваивать. Значение пустого типа нельзя присваивать. В питоне никакой ругань, он молча это сделает. Вопрос, подождите, а какого же типа будет этот самый X? Слушайте, я не буду сейчас ради этого к интерпретатору бегать. X окажется удивительного типа. None type, тип ничего. Вот если у типа integer условно-бесконечное количество возможных вариантов значений, у дабла там 2 в 64-й вариантов, у бул два варианта, правда ложь, то у типа none type, ну я вот тут комментарий напишу, что этот тип будет называться none type, то у типа none type одно единственное значение none. None. Он так и пишется, none. Понятно? То есть специальный тип для специального значения ничего. то есть специальная пустота, как это вот, на нее можно тыкнуть и сказать, X ссылается на этот специальный объект пустоты. Понятно? То есть у меня вот это все равно, как если бы я вот здесь вот написал return none, вернуть ничего. Это стандартная константа, других значений у none type нет. О, подождите, секундочку. А что если я напишу return none чуть выше? Вот мы проход исполнения не обсудили. Дело в том, что в Pascal, когда мы сохраняем значение функции, когда мы сохраняем значение функции, ну там в Pascal bc там result двоеточие равно там, или в стандартном Pascal P3 двоеточие равно чему-то там, это не заканчивает выполнение функции. Мы можем продолжать, ну то есть некая переменная, в которой будет результат, я ее потихонечку там доделываю, и выход происходит фактически в самом конце, когда код достигает конца тела функции. В питоне return это действующий оператор, который заканчивает выполнение функции, то есть функция все. Ну в смысле, я в данном случае, вот я закончил P3 и вернусь вот сюда. Ну на самом деле, мы же понимаем, что я же ничего реально return не буду. Кстати, return none можно none не писать. Просто return это и есть return none. По умолчанию он как раз ничего и не возвращает. То есть, синтаксически, с точки зрения буковок, процедура от функции в питоне не отличается никак. Та же самая def, P3, там def, F, никак не отличается. Отличается она тем, что будет в return, или если его не будет совсем, то это автоматически по сути процедура. Если там нечто, то оно имеет соответствующий тип. Кстати, какой тип? Подождите. В питоне же тип это есть у объектов? Правда? Целые числа там есть. Но я же не упомянул, не тут тип. Подождите. А какого типа результат? Я говорю, пятерка. Наверное, подразумевает, что целое число. А? А что, если я туда вдруг возьму и пихну? строки 2 и 3 в кавычках. Что произойдет? Она сработает. Она сработает. Знаете, почему? Потому что для строк определена операция плюс. Она имеет совершенно другой смысл. Это операция слияния, конкатенацию строк. крутой и приклеили. Но определена? Определена. Чисто формально это сделать можно? Можно. Ну, как представьте, функция там, нельзя положить на сковородку, перемешать, подогреть, перемешать друг с другом. Если это яйцо и соль дать, получится яичница. А если там свинец и этот олово, например, получится припой. Понятно? И то, ну, функция может выполнить, может, все, делаем. Нет, может быть такая ситуация, что я ей, например, дам строк, ну, у меня вот здесь вот это возникнет. Результатом является строка, а фактически параметр первый число. Вот строка плюс число не получается, потому что оператор плюс не определен. Но питон ровно в этот момент, когда он подавится, заглотит, вот ровно в момент, когда он подавится, ровно в этот момент он скажет, ой, я не могу, что-то я не могу сложить число и строчку. Если вы будете внимательно читать, то вы все поймете. Это не страшно, это расплата за простоту описания, за простоту описания функций и вот простоту и читабельность, потому что вам не надо заранее думать и говорить, заставляю, чтобы это был только int. Ну, а вдруг вы написали функцию сложения, например, а потом захотели ее выполнить не с целыми числами, а с дробными, например, 2,5.7. Если это си плюс плюс, то вы задолбаетесь, вам придется описывать несколько функций или писать шаблон функции. В общем, короче, вы задолбаетесь с этим делом. В питоне полиморфизм. Это называется полиморфизм. А еще называют, это знаете, каким словом? Утиная типизация. Ducktyping. Если оно, вот это x и y, если фактически, давайте я вот сотру немножко попроще напису, да, 1,2. Если вот оно, которое я даю внутрь этой функции, дайте, и принт уберу сейчас, z равно, оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, значит, это утка. Вот если с этим оно можно производить сложение, значит, подойдет. Понятно? То есть питон, он, это благодаря возможности интерпретирования, он некомпилируемый, поэтому нет строгости в типах для функций. Но поскольку для того, чтобы пользоваться функцией, она же не всегда выглядит так просто, хорошо бы понимать, какие типы автор функций все-таки имел в виду. Правда? Хорошо бы догадываться об этих типах ну хоть немножко. Дорогой программист, можешь ли ты мне это как-то прокомментировать? Поскольку у питона вот эта вот читабельность и возможность коммуникации людей, не человека только и компьютера, а людей, программистов, которые коммуницируют не напрямую друг с другом, а они смотрят в этот код, причем раздельно друг от друга. Может, один через год будет смотреть в то, что написал другой. И хорошо бы ему понимать это дело. Понятно? Очень важно в любом языке программирования коммуникация происходит в двух направлениях. Человек и интерпретатор или компилиратор языка, а еще человек и человек, который будет дальше эту программу поддерживать и развивать. Программа, которая не развивается, которой никто дальше не интересуется, она устаревает, в ней находят баги, в ней находят уязвимости, которые начинают эксплуатировать компьютерные преступники. И это дело все, оно просто выкидывается. Кто будет пользоваться Java-машиной, если в ней есть критические уязвимости? Ну, никто. Все от нее постараются отказаться. Понятно? Кто будет пользоваться какой-то там утилитой, если в ней нашли вот просто вот что-то там exploit и удаленный доступ, можно выполнить любой код. Никто не хочет, чтобы его компьютером воспользовался зломышлением. Короче, я к тому, что программный код должен быть читабельным и поддерживабельным. Supportable. Readable and supportable. Так вот, хорошо бы коммуникацию людей обеспечить. Питон, он будет сжарать, что далее. А вот человек, который пишет, мог бы позаботиться о том, кто читает и немножко написать. Вот меня спрашивал, кто спрашивал про комментарий в середине? Можно ли в середине комментарии? Если это специфически предусмотрено, то можно. Вот есть такое место и возможность написать, это не во всех версиях третьего питона, начиная с питона версии 3.6. называется аннотация типов. Type annotation. Соответственно, я могу сказать, что когда я писал эту функцию, я подразумевал int. Понятно? И это тоже я подразумевал, что это будет int. Целое число. Не, ну вы как, конечно, хотите. Интерпретатор питона не будет вас строго контролировать, как C++. Он не будет заставлять, чтобы это был int. Хочешь float сунуть? Пожалуйста. Хочешь строки? Пожалуйста, на твой риск. Нам на программист, который писал, он вот это. А возвращаемое значение тоже можно аннотировать тип ретерна, того, что вернется из. Вот так вот. Стрелочка. Ну и я предполагаю, что если int и int, то вернется int. Понятно? То есть вот это и вот это необязательный вот красивый способ аннотировать и упомянуть, какие типы будут входных параметров возвращаемого значения. Бывает удобно описывать вот здесь вот не тип, а написать вот здесь вот целое маленькое сочинение. x двоеточие и написать в кавычках, в кавычках уже как некая документ строка получается. Int запятая больше нуля. О, я значит что-то требую от него, я требую, чтобы он был больше нуля. Понятно? То есть есть некая там логика. Ладно, я сейчас не хочу уходить в слишком большие детали, но смысл в том, что можно не тип упоминать, а вот в кавычках в строке просто написать про него. Тогда вы упоминаете еще и дополнительные требования. Они могут быть очень критичными. Целое число вроде целое, а вот по правилам этой функции оно ни в коем случае не должно быть отрицательным и даже нулем. Например, это же бывает фактически, да? В календаре вы вызываете функцию вычисления даты и у вас там 32 число месяца может возникнуть. Не, мы прям там можем прописать контракт, что нет. Так, да. Это в питоне есть возможности тестировать вот эти вещи. Это называется тестирование контрактов. Ну вот, и библиотека есть, которая этим занимается пай-контракт. Но это уже чуть более высокие. Это когда про тестирование мы будем разговаривать, тогда я про это расскажу. А так просто по факту чисто поймите, коммуникация важнее. Очень важно, чтобы это дело было актуально. Да, ограничений на тип сам интерпретатор не накладывает. Давайте еще один момент важный. значит, еще раз я скажу, да, что программирование это организация вот этой коммуникации и создание читабельного readable and supportable code. Соответственно, мне бы описать вообще, что эта функция делает. Первое, друзья, если вы пишете функцию и хотите написать нормально, а функция это некие действия, которые мы будем вызывать, или другой человек будет вызывать, то хорошо, чтобы она называлась как-то разумно и отражала содержание действий. Соответственно, если я хочу вычислить сумму, то называть эту фигню буковкой F плохо. Понимаете? Функция должна по существу говорить, да? Например, added. Ну, это вот уже лучше. Или пластом написать, да? def added x двоеточие int. Ну, кстати, в этом смысле не так важно даже. x, y, все, двоеточие. Так. Но иногда и этого недостаточно. То есть хорошее название для функции это хорошо. Это правильно. Иногда ради этого приходится это самое писать прям длинно в несколько слов. Например, print, не знаю, print, как это назвать его? Много раз. Мал, мультипринт давайте его назовем. Малтипринт. Ну, правда, малти это законная приставка в английском языке, поэтому, в принципе, можно было бы написать малтипринт слитно. Но я сейчас специально сделаю так, как если бы это было два слова. Вот если ваше действие требует двух слов для описания своего, не сомневайтесь, лучше попечатать подольше название функции, чем она будет называться непонятно. Понятно? Да. А к регистру питон чувствителен? К регистру питон чувствителен. Для функций стандартные правила локодирования, они называются ПЕП-8. Вот стандартный стиль кодирования, который вшит в язык, ну, в смысле, предполагается, и Пайчарм будет вас за него ругать, слушайтесь его. Он не строго будет ругать, но он будет выделять, говорить, тут ПЕП-8 нарушен. Вы это напишите, пожалуйста, вот там, маленькими буковками через подчеркивание. Это одна из причин, почему я вместо того, чтобы проповедь вам рассказывать, пользуйтесь, ПЕП-8, я просто говорю вам, ребят, Пайчарм комьюнити эдишн, как сказать, и все. Вот, Пайчарм, и он вам поможет, чтобы вы слушались этих правил. Он будет не назойливо так вот это, там даже, знаете, есть такой значок внизу справа человечка, можно повернуть, то он смотрит на вас, можно повернуть его вот так вот, но он тогда будет поменьше ругаться в полоборота, можно его вот так вот отвернуть, тогда он заткнется и не будет вам ничего советовать. Лучше, чтобы он смотрел, сделал инспекцию я хотел сказать про документ строки. Друзья, документ строка это очень классная штука, она пишется под заголовком функции. Это заголовок, это тело, и вот в начале тела я могу и написать вот здесь вот строку, в котором написать складывает x и y. Ну, а функция не всегда такая простая, она может делать что-то очень сложное, рисует, звезду, такую-то и такую-то, такой-то параметр значит это, такой-то параметр значит это. А если это описание длинное, то что? То оно не помещается в одну строку. Как быть? Не, ну, можно, конечно, в питоне, когда у вас строка не помещается в одну строку, вы, в принципе, можете, ну, это касается любых строк, и вот не помещается у вас в одну строку. Вам надо продолжать писать? Что сделать? Вы можете сделать вот такой вот значок отбивки, который говорит, дорогой интерпретатор, я знаю, что ты следишь за переводами строк, и каждая строка отдельное действие у тебя. Ну, просто у меня тут ник не помещается уже. Продолжай читать со следующей строки, и вот продолжается строка. В этом смысле, кстати, вот эти два переноса строки, они будут просто съедены, как бы экранированы. Я говорил, что есть символы экранирования касая N, это перевод строки, касая T, табуляция, а касая-касая, это касая черта одна. Говорил про это в прошлый раз? А еще есть касая перевод строки, ну и фактически. Это просто он специально, чтобы его съедать, что его как бы и нету. Понятно? И такая как бы она вот в длину вся такая длинная. Но если я хочу, чтобы эти переводы строки тут были, мне придется писать довольно странный конструкт, такой вот касая N, и еще и съедаем реальный перевод. Касая N, и еще и съедаем реальный перевод. А реально бывает такое, что, не знаю, в строке пишу стихи, условно, да? И у меня вот-вот-вот, ну отдельные строки, они и должны быть разделены символами переноса строки. Как быть в этой ситуации? В питоне для этого предусмотрено, кстати, вы видели, что одинарную кавычку, апостров, тоже для строки можно, да? И та, и та, это одна одинаковая строка, там, отличается тем, что в нее можно совать. Для таких ситуаций в питоне предусмотрены тройные кавычки. Тройные двойные, или тройные одинарные. В этом случае все переносы, то есть это автоматически означает, что это многострочная строка, и все переносы строки, они будут являться переносами строки внутри этой строки. И ее удобно использовать как раз здесь, в документ строке предполагается как раз многострочная такая строка, в которой я позволю себе высказаться, вот что хочу. Вот я ее открыл, открыл и поехал. Она складывает x и y, да? И тут я пишу, x, да? Это самое число или строка. y, тоже того же типа. Пожалуйста. Еще раз, здесь я коммуницирую не с компьютером. Документ строка – это коммуникация с человеком, который будет это читать. А возможно, это вы. Всего лишь через месяц, уже забывши напрочь, что же вы там писали. Понятно? Поэтому обязательно думайте об этой коммуникации. люди, они, как сказать, очень нуждаются в понимании сущности, сути того, что написано, да? Ясна логика? Поэтому документ хорошая, документ строка – лучшее место для комментариев. Это именно то место, где ваши замечания и комментарии очень важны. Потому что вы здесь прописываете интерфейс вашей функции, объясняете, как ей воспользоваться. Как это дрель, понимаете? Вот дрель, а инструкция не прилагается. Хорошо, если ты знаком с дрелем, если ты держишь этот инструмент в первый раз в жизни. Понимаете? Очень важно, чтобы вы, создавая инструмент, да, с какой-то функциональностью, кратенько описали, а что, собственно, с ним делать.